Друзья, всем привет! Сегодня я покажу вам свою посуду, в которой я готовлю и снимаю рецепты, а именно все свои кастрюли и сковородки. И начнем мы со сковородок. Сейчас я вам покажу свою самую первую сковородку, которая у меня появилась, как только мы купили кухню. Это вот такая вот сковородка от Нева металл-посуда диаметром 28 сантиметров. Она уже очень старая, по ней видно, и раньше я готовила в ней все блюда, потому что сковородка у меня была всего одна. Сейчас я ее использую в основном для тушения или для жарки каких-то продуктов, если не хочу жарить их на гриле. У нее толстые дно и стенки, но мне кажется, что скоро ей уже придет конец, если честно. Ну, надеюсь, что она хотя бы пару лет еще проживет. Вторая моя сковородка, и ее просто обожают. Вот такая вот сковорода-гриль, тоже от Нева металл-посуда. На ней мы обычно жарим стейки, рыбу, тоже стейки, или какие-то овощи, потому что эта сковородка, мне кажется, незаменимая просто на любой кухне. В ней можно приготовить невероятно вкусные блюда, точно такие же, как на углях. У нее съемная ручка, и ее можно вставить в духовку. И еще у меня есть вот такие две сковородки, они примерно одинаковые, сделаны обе из литого алюминия, и обе диаметром 26 сантиметров. Эта сковородка на даба, у нее вот такая вот металлическая штампованная ручка, ее можно ставить в духовку. Ну, например, пожарили на ней драники, и потом убрали в духовку, доводиться до готовности. Очень удобно, потому что не нужно использовать дополнительную форму. И вот эта сковородка турецкой фирмы Korkmas, у меня есть еще кастрюля этой же фирмы, она тоже из литого алюминия, но ручка у нее уже пластиковая, в духовку ставить ее нельзя. Обе сковородки нравятся, поэтому обе оставила себе, и часто готовлю в них утром завтраки, потому что они быстро нагреваются. Но мне кажется, что для тушения подойдет сковородка с более толстым дном и стенками. Ну, например, как я показывал вам первую, Нева металл-посуда. Можете снять кольцо, так и будет греметь. Задеваю обручку постоянно. Это две универсальные сковородки, в которых можно готовить, в принципе, все. И еще у меня есть вот такой вот Vogue, сковорода Vogue. Она глубокая, диаметром 24 сантиметра, тоже турецкого бренда Korkmas. И она у меня появилась недавно. Честно сказать, я в ней готовила всего пару раз, но планы на нее у меня большие. Почему я оставила себе Vogue? Потому что в ней можно очень быстро приготовить любые блюда, в частности, блюда азиатской кухни. И, кстати, самый первый раз я готовила в ней, по-моему, рисовую лапшу или соевую лапшу, уже не помню, с мясом и с овощами. Это было очень вкусно. У нее тоже металлическая ручка, ее тоже можно ставить в духовку и антипригарное покрытие. Еще мне очень нравится ее дизайн, потому что, мне кажется, она подойдет абсолютно к любой кухне. Да, и, кстати, все сковородки, которые я вам показала, они все идут без крышек. Крышки дополнительно я покупала в Ашане, самые обычные, стеклянные. И они подходят к нескольким сковородкам, например, крышка диаметром 26 сантиметров подходит сразу к двум сковородкам. Сковорода-гриль, которая квадратная, я обычно накрываю куском фольги, если это требуется. Итого, получается, сейчас на моей кухне есть целых пять сковородок. И еще я очень хочу купить сковородку блинную, потому что люблю жарить блины, правда, делаю это не так часто, но вот скоро будет масленица и надеюсь, что я приобрету себе специальную блинную сковородку толстую с антипригарным покрытием. И, кстати, я принципиально не покупаю себе чугунные сковородки, потому что они тяжелые, требуют очень сложного ухода, их нельзя мыть в посудомойке, их нужно постоянно смазывать маслом. Я ничего не имею против чугуна, но у меня чугун будет, наверное, только на летней кухне. Я знаю, что многие со мной не согласятся, но это только мое мнение. И напишите, пожалуйста, в комментариях, что предпочитаете вы, чугун или современные сковородки с антипригарным покрытием? С этими сковородками у меня есть одна нерешенная проблема. Я не знаю и вообще не понимаю, как их компактно хранить, так чтобы они занимали мало места, их было удобно доставать. Потому что сковородки лежат у меня одной кучей друг на друге и брать их совсем неудобно. Я уже сломала голову, что делать, чтобы хранить их нормально. Если у вас есть какие-то варианты, пожалуйста, напишите в комментариях. Буду вам очень благодарна. И теперь перейдем к кастрюлям. И первая кастрюля на 5 литров, вот такая. Она у меня появилась тоже, как только мы купили кухню, ей уже примерно три с половиной года. Это кастрюли фирмы Ронделл. Ронделл или Ронделл, как правильно, не знаю. Но здесь у меня простите, если я неправильно сказала. Она с крышкой, вот с такими вот удобными ручками. Вот такими. Но ее нельзя мыть в посудомоечной машине, поэтому я постоянно мою ее руками. Мыть нельзя как раз таки из-за этих ручек. Хотя, мне кажется, что ручкам ничего не будет, но я все-таки не рискую. И крышку-кастрюлю мою исключительно в раковине. Мне очень нравится дизайн этой кастрюли, ее качество. Она сделана из нержавейки. И особенно меня впечатляет крышка. Она ровная, не такая вот выпуклая, как на обычных кастрюлях. Вот эта вот ручка не нагревается. И у нее есть вот здесь вот отверстие для слива жидкости. Например, сварили макароны и прямо в кастрюле слили воду. То есть не нужно крышку поднимать и что-то придумывать, изобретать какие-то неудобные способы. А ручки вот так вот зажимают крышку и ее фиксируют. И получается, ты сливаешь воду и тебе дужа... Дужа, блин. Получается, ты вот так вот сливаешь воду и тебе не нужно держать дополнительно крышку руками. Это очень удобно. Это самая популярная кастрюля на моей кухне. Я готовлю в ней практически все. Варю супы, потому что супы мы варим много, все 5 литров и едим их примерно 3-4 дня. Особенно щи, да? Да. И часто я варю в ней компоты, потому что мой муж обожает пить компоты. Компоты у нас варятся практически каждую неделю. Следующее, что у меня появилось после вот этой кастрюли, вот такой вот ковшик. Я обожаю варить каши на завтрак. И раньше ковшик у меня был вообще отвратительный. Стремный, самый дешевый. Я даже не помню, откуда он взялся. Наверное, кто-то подарил, когда мы еще жили без кухни. И когда я кипятила молоко и варила каши, молоко постоянно пригорало даже на самом минимальном огне, самой маленькой конфорке. А варить крем в таком ковшике был просто настоящий квест, потому что крем постоянно пригорал. Мне приходилось сооружать водяную баню. Все эти проблемы исчезли, когда я купила себе нормальный ковшик с толстым дном, вот такой вот от Тефаль. Я его очень люблю и использую каждое утро. Варю в нем каши, делаю крем или какие-то яйца, кстати, тоже варю, или какие-то небольшие порции гарниров. Ковшик небольшой, мне кажется, он объемом примерно полтора литра, может быть два, точно не помню. И он шел в комплекте с крышкой. Стоил, кстати, не сильно дешево, мне кажется, около трех тысяч. Но он того стоит, я вам точно говорю. Следующая кастрюля, которая у меня появилась совсем недавно, вот такая вот прикольная в форме горшочка, вся глянцевая. Кстати, я не люблю глянцевую посуду, но эта кастрюлька мне очень понравилась. Сниму крышку, чтобы она не упала, как в предыдущем кадре у меня. Кастрюлька среднего размера, диаметром 18 сантиметров и объемом примерно 2,5 литра. Я готовлю в ней не так часто, как, например, в большой кастрюле, просто потому, что мы всегда варим огромные порции. Но использую для гарниров или для каких-то супов, ну, например, для сырного, который в большой 5-литровой кастрюле просто не сваришь, потому что их нужно есть сразу. Она сделана из нержавейки, у нее толстое дно и толстые стенки. И следующая кастрюля, последняя на сегодня, турецкого бренда Korkmas. Кстати, предыдущая кастрюля того же бренда, они у меня появились одновременно. Она совсем небольшая, наверное, литра или полтора, примерно такая же по объему, как и мой ковшик, но у нее есть металлическая крышка, у ковшика стеклянная крышка. Тоже оставила ее для того, чтобы варить каши, делать крем или какие-то небольшие порции гарнира, варить куриные перепелиные яйца, сосиски, в общем, что-то такое небольшого размера. Тоже очень мне нравится, хорошенько и можно мыть в посудомоечной машине. Друзья, я вам показала всю посуду, которая у меня собралась за три с половиной года существования кухни. Я бы купила еще больше посуды, если бы мне было куда ее складывать. Например, мне нужна еще одна пятилитровая большая кастрюля для того, чтобы я одновременно могла варить и суп, и компот. Еще хотелось бы купить среднюю кастрюлю, примерно на три-три с половиной литра, чтобы варить мне суп, но у меня совсем негде ее хранить, поэтому, скорее всего, такую кастрюлю я покупать не буду. А еще в ближайшее время я себе обязательно куплю хорошую блинную сковородку, потому что раньше у меня была блинная сковородка за 150 или 200 рублей за шана, и это плохая идея, я вам говорю честно. Если вы хотите купить себе такую же дешевую сковородку, никогда этого не делайте, берите сразу нормальную. Раньше я думала, что нет никакой разницы между дешевой блинной сковородкой или дорогой, но это не так. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу моей посуды, если я что-то забыла сказать или вам что-то интересное, пишите, пожалуйста, в комментариях, а обязательно вам отвечу. И пользуйтесь, пожалуйста, только хорошей, качественной посудой от проверенных производителей. Не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Еще у меня есть вот такая вот средняя кастрюля, она, наверное, объемом 2,5. Я так разумал.